Беслан. Помним, скорбим. Эту черную страницу в истории страны нельзя перевернуть. Невозможно забыть. Эти события спустя годы болью отзываются в сердце. 3 сентября, в день солидарности в борьбе с терроризмом, в Иванове прошел молебен. Вот этот абсурд, он имеет крайнюю степень, когда страдают дети, страдают невинные, погибают те, кто вот-вот ждет великой радости. И вот эти все три предела абсурда сложились в этой бесланской трагедии. Дети, невинные, радости, встретили свою смерть. Трагедия в Беслане, когда террористы захватили школу, искалечила тысячи судеб. Почтить память погибших минутой молчания – долг каждого, кто говорит терроризму нет. Прошло уже целых 15 лет, но мы все равно помним. Для меня это очень тяжело и сложно очень осознавать, что такое испытали дети, подростки. И сразу, когда вспоминаешь, наворачиваются слезы. Это очень страшная трагедия для нас, для всех. Очень много лет прошло, но каждый год мы все вспоминаем этот терроризм. Это очень страшная вещь, которая настигла. Было более 300 погибших, больше половины детей. Я думаю, что для каждого это очень страшный день. И надеюсь, что в нашей стране и вообще во всем мире больше никогда в жизни не будет такого. День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден для того, чтобы события тех страшных дней всегда были свежи в памяти и никогда не повторялись.